Привет! Приветствую вас на радио НВ, Даша Малахова, программа «Картата-патата». И сегодня в гостях у меня удивительная девушка Ирина Деменюк. Ира сыровар, сыродел, она владелец школы сыроделия. И в прошлом Ира владелец строительной компании и даже планировала идти в политику. Привет, Ира! Привет, Даша! Я очень рада, что мы с тобой встретились. И, знаешь, очень рада, что ты без сыра, потому что каждый раз я тебя встречаю, ты всегда приносишь мне такие огромные куски украинского, настоящего, качественного сыра. Но это, конечно же, мешало бы нам говорить, поэтому сыр мы будем есть чуть-чуть позже. Ир, я не зря так тебя представила, потому что сейчас в стране такое происходит дауншифтинг, где люди бросают какие-то глобальные занятия изменения страны в общем и начинают с каких-то маленьких правильных дел, да, таких вот очень конкретных. В твоем случае ты поставила Украину, сделала такую жирную точку в Украине сыроделие и сыроварение. Расскажи, пожалуйста, свой опыт, вот как ты начинала и где ты сейчас оказалась? Я начинала почти 10 лет назад. Владея строительной компанией, занимаясь и субподрядными, и подрядными работами, в том числе инвестированием в строительство, я купила ферму. Ага, то есть ты пришла и купила ферму? Да. Ферма была, на ферме было 40 коней, кони были несчастные, голодные, холодные. А мой сын занимался конным спортом, и так получилось, что я купила ферму с конями. После этого коней мы вылечили, выходили, кого раздарили, кого продали, и чем же заниматься. И как-то так сложилось, что я очень много путешествовала, и я купила, завезла первых коз. Значит, козы есть, ферма есть, и козы начали давать молоко. Что же с этим молоком делать? Значит, ну и я начала с этим молоком бегать по разным институтам везде, чтобы где-то как-то научиться варить сыр. В Украине маленьких сыроварен была только одна, в Закарпатье, и, как правило, это были промышленные сыроварни. Поэтому пришлось ехать за границу, учиться, тем более это козье молоко. Козье молоко в Украине у нас первый в Украине племенной репродуктор по заведению коз. То есть мы первая промышленная ферма. Поэтому пришлось ехать за границу и обучаться уже там. Так я пришла к сыроварению. Это удивительно, потому что сегодня сколько сыра даёт твоя сыроварня? Это, кстати, маковецкая сыроварня. Вы производите молоко и производите сыр только козий? Нет, мы со временем купили 40 коров. Мы производим и козий, и коровий сыр. Хорошо. Какие объёмы? Вот вы, наверное, такая классическая средняя, да, украинская сыроварня? Я бы сказала, маленькая. Маленькая. Мы перерабатываем полторы тонны молока в сутки. Это порядка 150 килограмм сыра мы получаем в день. В общем, это мечта, а не работа. Я могу только съесть, наверное, грамм 100 максимум сыра в день. Но, конечно, хотелось бы гораздо больше. Слушай, каждый раз я, когда думаю о тебе, ты у меня ассоциируешься с таким сырным энтузиазмом. То есть в фестивале выдумываются дегустации. Ты заражаешь этим сыром вообще всех, кто вокруг находится. Легко ли это делать в Украине в условиях современной экономики, качество молока, качество денег, которые люди готовы платить, да? Достаточно сложно это делать. Но радует то, что на самом деле очень много энтузиастов, которые подхватили это, которым это интересно. И вот ты упомянула про фестиваль. Мы провели в том году первый в Украине фестиваль крафтового сыра. К нам приехало свыше 60 сыроваров, которые участвовали в конкурсе, которые занимали первые места в своих номинациях. Что мы получили? Мы получили сыроваров, которых как бы выдернули со своих норок, где они там варят сыр. Они увидели, как делают это другие, как это можно делать, к чему стремиться. И тем самым мы развиваем сырную культуру в Украине. На самом деле я понимаю, что сегодня есть такие маленькие крафтовые сыроварни, где качество продукта настолько высокое, что сам сыр конкурирует по цене в частности с какими-то иностранными сырами. И часто люди думают, ну или я пойду на какой-то рынок, куплю какой-то сыр итальянский, французский. Либо же вот я приду и куплю, ну вот наш украинский. Я, конечно же, отдаю предпочтение украинскому. Прежде всего по логистике, по транспортировке, по качеству продукта, который показывает себя как просто фантастический, да, наш местный украинский продукт. И у меня всегда есть вопросы к вот этим товарам, которые, если они конкурируют по цене, да, то они как бы завозятся каким-то непонятным, скажем так, способом, да. Как ты борешься, как вы объясняете качество, которое люди получают здесь вот из местных сыроварин? Ну, скажем так, на рынке, что в Украине, что в любой другой стране, какие сыры присутствуют? Присутствуют промышленные сыры, это, ну, скажем так, сыры, которые делают, заводы, которые перерабатывают от 20 и выше тонн молока. То есть человек-сыровар, который на этом заводе работает, он по большому счету нажимает кнопки, действует четко по инструкции, он стабилизирует молоко, нормализует его, и шаг влево, шаг влево, расстрел, он делает четко по норме всегда одно и то же. То есть поэтому эти сыры не называются крафтовыми, да? Ну, и поэтому тоже. То есть они не ручной работы? Они не ручной работы, они все стандартизированы. Есть сыры, которые, сыры с заменителями, допустим, молочного жира на растительный. Вот это очень интересный момент. Это в Украине сейчас очень популярно. Что это означает? Это означает, что сыр это что? Это концентрат белка, в котором участвуют и жир, и минералы, и витамины, лактоза, которая в молоке, молочный сахар. И вот этот жир сняли, сливочки сняли и добавили вместо сливочек растительный жир. Растительный жир это что, пальмовое масло? Нельзя сказать, что это пальмовое масло. Я недавно изучала этот вопрос. Это смесь подсолнечного масла, пальмовое масло, стабилизаторы, антидепрессанты, которые нормализуют структуру восстановленного молока. Хорошо, мы тогда не углубляемся в какие-то негативные моменты этого, потому что все могут загуглить, посмотреть, почитать. Но в принципе это такой неестественный ход рождения сыра, скажем так. Он значительно в 3-4 раза удешевляет себестоимость продукта. То есть продукт эмульгируют, добавляют сливки дорогие, добавляют более дешевый продукт, смешивают, эмульгируют и получается тот продукт, который мы видим на полках. То есть если говорить совсем грубо, ты рекомендуешь, это я уже вкладываю тебе в уста, покупать лучше полкило какого-то крафтового домашнего качественного сыра, нежели килограмм производственного. Правильно я понимаю? И вот я продолжу, что помимо промышленных сыров существуют вот и крафтовые сыры. В Украине, как правило, представлены крафтовые сыры только украинских производителей, потому что многие сыры, например, мягкие сыры, сыры из плесени, очень тяжело транспортировать. Их разбирают на внутреннем рынке той страны, где их производят. И у них достаточно высокая цена, чтобы импортировать к нам в Украину. То есть крафтовый сыр в Европе, в той же Италии, Англии, Франции, он стоит от 20 евро и выше. Следовательно, понятно, что и у нас, в принципе, качественного продукта цена должна быть аналогичная приблизительно. Следующий вопрос для меня очень важен, поскольку я любитель мягких, вкусных, необычных сыров. То есть я люблю, например, горгонзолу. Насколько мне безопасно покупать горгонзолу в Украине? То есть это не пастеризованное молоко, правильно? Ну, можно делать из пастеризованного тоже. Ага. Но если я вот покупаю совсем такой мягкий-мягкий сыр крафтовый, какая его история транспортировки из Италии, из частной фермы в Украину? Ну, скорее всего, что это только самолетом можешь. Я себе итальянскую горгонзолу везла самолетом там пару кусочков. В общем, альтернатива – это покупка здесь. Мы делаем такие сыры в Украине? Мы учимся делать такие сыры в Украине. Очень интересно, потому что сегодня и уважающий себя ресторан уже имеет свою сыроварню. Люди приходят к этому. И вот грузинская культура привнесла вот это сыроварение. И итальянцы. Много мы, украинцы, едим там всякой итальянской еды, где участвуют сыры. А что же об украинских сырах? Есть ли такое вот обличие, такое вот понятие, как украинские сыры? Есть. Я вот, кстати, украинские сыры автентичнее. Я их представляла в Италии в Бра. На огромном сырном фестивале. Из украинских сыров это сыры рассольные, это сыры брын, забуц, такого плана, такого направления. Культуры сыроделия такой, как в Европе, в Украине, в принципе, никогда не было. В Украине больше всего производили кисломолочные сыры. Это творог, сметанка, маслечко взбивали. А такого плана сыры твёрдые или мягкие, вот как вот Франция, Голландия, таких не было. Во времена царской России Пётр I, Украина была в составе царской России, Пётр I привёз голландских сыроделов и начали делать голландскую группу сыров. Это твёрдые сыры? Это твёрдые и полутвёрдые сыры. Это вот российский сыр, пашихонский, костромской, это всё одной группы сыры. Как-то нам в Украине не гоже, тем более с такими названиями, готовить сыры. Что же нам остаётся делать? Сейчас, на самом деле, очень много сыроваров, они учатся делать сыры, и каждый пытается сделать 10, 20, 30 видов и прочувствовать свой сыр. Очень важно в крафтовом сыроделии почувствовать свой сыр, полюбить его, чтобы он полюбил тебя. И тогда это будет идеальное решение. В Европе в маленьких крафтовых сыроварных делают, как правило, 2-3 вида сыра. Наши сыровары сейчас делают 10-20 видов сыра и пытаются угнаться за количеством, иногда пренебрегая качеством. Поэтому мы сейчас создали ассоциацию, в которой наша задача стоит, Во-первых, правильно обучить сыроваров варить сыры. Потому что сферментировать сгусток – это одно дело. Но очень важно правильно этот сыр сделать по технологическим процессам, использовать молоко, чтобы обезопасить потом покупателя через готовый продукт, чтобы не произошло никакого отравления или чего-либо. То есть мы говорим о стандартах качества, правильно? То есть сыр, прежде всего, должен быть технологично сделан. То есть мы не всегда знаем, можно сделать творог разными способами. Просто сварить кислое молоко, можно туда выжать лимон. В общем, разными способами можно добиться какого-то результата. Но должна выдерживаться какая-то технология. И этим занимается ассоциация. Не только этим. Дальше не просто его нужно сварить, его ещё правильно нужно вырастить. Он должен правильно созреть. Эта технология называется афинаш. Это посредством плесени, посредством внешней температуры, влажности и прочее. Мы дальше доводим сыр до той структуры, которая нам нужна, до того вкуса. И самое главное, не просто сыроваров научить к этому всему, привести к этим стандартам, а ещё научить украинцев есть правильные сыры. Вот это наша основная задача. Мы очень хотим, чтобы украинцы приходили в украинский ресторан и просили сырную тарелку с украинским сыром. Вот у тебя в ресторане были украинские сыры. Да, и твои были, и в лавке сейчас есть. Я большая поклонница украинских сыров. Да, потому что это логично, когда ты приходишь, ешь продукт в той местности, где оно выращено или сделано, или произведено. Да, мы совсем недавно встречались вот здесь, на твоём месте сидела Алла Плачкова и как раз рассказывала об украинском вине, и как никогда, кстати, был бы вот этот вот украинский вкусный сыр. Какие сыры украинские сегодня есть, и кого из сыроделов ты могла бы так обозначить? Да, поскольку, учитывая, что у тебя фестиваль, я вот ещё хочу сказать, что это удивительно, что ты продвигаешь других, да, то есть в твоих задачах как бы вот взяться за руки и создать вот этот такой сырный мир Украины, да, и показать все, кто есть, вот если есть, как можно выделить. И немножечко, чтобы ты начала нам рассказывать, где же их всё-таки можно взять, эти украинские сыры. А, значит, кого бы я выделила? Ну, в первую очередь, конечно, я бы выделила солистскую сыроварню, потому что ей это, скажем так, родоначальники крафтового сыроделия, очень долгое время они были единственными на Украине, кто делает настоящий сыр, настоящий крафтовый сыр. Ну, конечно, Маковецкая сыроварня. Конечно, твоя. Я же не забуду про свою сыроварню любимую, где я приезжаю, регулярно варю сама сыры, которые никому не отдаю эти рецептуры, вот сама варю. Я бы выделила Катерину Приходьку маленького сыровара, у неё около 20 козочек. Она делает великолепный сыр из козьего молока с голубой плесенью. Это реально очень крутой сыр. Я бы выделила... Господи, сейчас, как же же её фамилия? Я думаю, что мы на этом остановимся, и мы вернёмся в студию буквально через несколько минут и продолжим. Мы вернёмся в студию буквально через несколько минут и продолжим. И ещё ты обязательно нам расскажешь, где же можно приобрести этот фантастический украинский крафтовый сыр. Мы возвращаемся в студию, и сейчас я уже очень бы хотела съесть кусочек какого-то очень вкусного украинского крафтового сыра. Нагоняет аппетит то, что передо мной сидит Ирина Деменюк, моя подруга, человека, которого я просто обожаю за то, что она с таким энтузиазмом развивает культуру сыроварения и сыроедения, наверное, в Украине. Так вот, Ир, ты рассказала про производителей, да? А теперь где же можно найти, где же можно столкнуться с украинским сыром? Как правило, это ярмарки и фестивали, которые проводятся. Мы планируем вот тоже в мае месяце сделать фестиваль молодого сыра. Ну, как уже за традицию, возьмем фестиваль крафтового сыра с награждением с первыми местами в сентябре месяце. Планируем, в принципе, выходить на ярмарки других организаторов. Это все свои, это Made in Ukraine. Там можно встретить именно крафтовых сыроделов. То есть это будет такой отдельный небольшой, небольшая часть именно с сырами, да? Более организованная уже. Скажи, пожалуйста, а если вот хочется заказать через интернет, либо же пойти в магазин, где там есть возможность вот столкнуться, ну, так знаешь, потому что мы сейчас попродвигали, рассказали, а вот так, чтобы сейчас вот встать, пойти купить себе бутылку украинского вина, мы знаем, что это можно сделать практически в любой сети супермаркетов сегодня, да? Так ли обстоит дело с сырами? Или нам еще нужно немножечко подождать, чтобы вызрела эта сырная культура? Ну, сейчас в магазинах, в торговых сетях продаются только те производители, у кого есть разрешительная документация. В принципе, она очень важна, наверное. То есть без нее опасно покупать сыр, да? То есть когда мы приходим на ярмарку, в любом случае мы должны спросить о документах на этот сыр. Правильно я понимаю или нет? Ну, скажем так, маленькие сыроделы тебе не предоставят эти документы. Ну, у них, наверное, и стандарты. То есть это пока еще история, где вот мы тут попробовали и сварили сыр, да? Потому что я приучаю украинского покупателя все-таки к тому, чтобы документы были, чтобы они проверялись, либо чтобы они были там на один день, да? Вот как на рынке делается на базаре, где ты приходишь и получаешь там лабораторную справку. Правильно? Вот. Либо же, чтобы это было что-то более серьезное. В рамках деятельности ассоциации мы организовываем сейчас, вот занимаемся организацией группы, в которые будут ходить ветврачи, технологи, санстанция. И мы планируем сделать вот такой бренд, которым мы гарантируем, что этот продукт маленького сыровара. Как знак качества. То есть если у сыровара есть всего там 5-10 животных, он перерабатывает 50 литров молока максимум. Но он при этом делает качественный, классный, вкусный, правильный сыр. У него нет возможности сделать себе разрешительную документацию, ввод в эксплуатацию, купить технические условия там, или заказать, разработать. Ну, это и нелогично, да? При его-то объеме. То есть у него должны быть другие условия, но, тем не менее, его продукт имеет право на существование, да? Такой настоящий, крафтовый, эксклюзивный. Да-да-да, я была в Европе, я видела, вот где на фермах вот такие маленькие сыроваренки, и вплоть до того, что в кастрюльках варят. 40-50-литровые кастрюльки, и в Европе разрешено его продавать. То есть есть разрешительная документация для маленьких производителей. В нашей стране сейчас пока все только для очень больших производителей. Все очень дорого. В общем, для украинского сыровара пока еще все... Пока еще он работает вопреки, а не во имя, да? То есть это сложно. И очень немного сыроваров, у кого есть вот именно документы, кто все разработал, кто прошел этот тяжелый действительно путь, и, ну, у кого было финансирование и прочее. То есть, ну, вот буквально, ну, до пяти человек, может быть, кто имеет такие документы. Хорошо. Давай поговорим об качестве украинского молока, потому что, мне кажется, это очень важный момент. Из него фактически и готовится этот будущий сыр. Я вижу, что ты взялась за голову. Ой, Даша, ты просто затронула больную тему. Я вот уже несколько дней, даже, может быть, больше, собираюсь написать вот в Фейсбуке такой даже не пост, а статью. Возможно, она у кого-то вызовет негодование именно по поводу качества молока. Ну, давай начнем с того, что в Украине на сегодняшний день около 1,7 миллиона коров, при том, что население, будем считать, 40 миллионов. Для примера, в Голландии на 17 миллионов населения около 20 миллионов коров. То есть на одного голландца корова с хвостиком приходится, да? А у нас там вообще там на 10 украинцев в лучшем случае одна это коровка. Это первое. Второе. Содержание этих животных. Содержать животных в Украине очень невыгодно. Многие фермы продаются, распадаются, вырезаются животные вот за последние 2 года. Конкретно у нас в Тарощанском районе, где моя ферма находится, были вырезаны, именно вырезаны. То есть даны на мясо животные 3 фермы из 5. Причем это молоко животные. То есть это те, которые способны давать хорошее молоко. Да. Что такое хорошее молоко? Вот для меня хорошее молоко – это молоко здорового животного, которого на свободном выпасе, которое питается натуральными кормами. Желательно, чтобы я их вырастила. То есть для меня это хорошее молоко с хорошими показателями по белку, по жиру и прочее. Фермы, которые сейчас… Сейчас дальше в меня будут камни кидать. Фермы, которые сейчас, как правило, существуют. Ну, почему их держат? Ну, животные… Потому что люди, латифундисты, они взяли землю, они ее обрабатывают. И чтобы как-то сохранить рабочие места, они оставляют эти старые советские фермы и держат там вот этих коров, тем самым обеспечивая рабочие места. Но невыгодно содержать корову, невыгодно содержать ферму, дотаций никаких нет, НДС забрали, все печально, казалось бы. Поэтому для того, чтобы получать молоко, сейчас перешли фермеры на интенсивное животноводство. Это что значит? Это значит, что в рационе коровы преобладают продукты, которые молокогонные, плюс добавлены гормоны, плюс добавлены антибиотики и прочее. В общем, та же курица, только теперь новая украинская курица – это украинская корова. Ну, наверное, да. И есть такие фермы, есть фермы новые, в которые вкладывают сейчас деньги, вот органические. Но это работа в длинную, правильно? Это то, что сейчас абсолютно убыточно и с годами, возможно, станет прибыльным. То есть это энтузиасты, у которых еще хватает сил, хватает денег и хватает времени верить в то, что что-то может измениться. И таких единиц я вот иногда езжу, ставлю на производство, подбираем оборудование, обучаю варить сыры на фермах. И я езжу, и я вижу, какое молоко, я его знаю, и в Подлузском есть такая ферма органическая. И она абсолютно наверняка неприбыльная, но животные питаются органическими кормами молоко высокого качества. Ну, и третье молоко какое есть? Это молоко бабушки по селам, которые держат коров. Недавно вот были споры по поводу закона, что запретить молоко заводам, перерабатывающим заводам, принимать бабушкино молоко. Молоко от сельского населения. Назовём это молокоматериал, да? Это вот то молоко, где сливается в общую кастрюлю разное-разное молоко. Да, и вот что я думала по поводу, меня спрашивают как эксперта, что я думаю по поводу этого закона, по поводу этих бабушек. Думаю, на самом деле, что пока это молоко внутри коровы, это молоко очень классное, потому что бабушка, дедушка ходят, заготавливают сено. С огорода морковка, тыквочка, то есть они кормят свое животное, но, как правило, как член семьи. Они не будут его кормить гормонами и искусственными продуктами. Да, кормят они её хорошо. А дальше, когда бабушка начинает или дедушка доить эту корову, дальше нарушаются все санитарные нормы, всё очень грязно, всё очень плохо. Молоко, продукт тёплый, в нём развиваются просто. То есть, мне кажется, молоко это именно тот продукт, в котором моментально размножается что угодно, правильно? Через два часа после окончания бактерицидной фазы, то, в принципе, да. О, Господи, ну. Ну и вот, и получается, бабушки обсеменяют это хорошее качественное молоко, обсеменяют всякими бактериями. Ну и, помимо всего прочего, бабушки, что же там, у них нет условий хранения, охлаждения, правильно, всё, как это молоко. Логистики, опять же. Да, как это молоко сберечь. Поэтому они вынуждены, кто как может. И зачастую, когда приезжает молоковоз, молоко уже так чуть подгуляло, подкисло. И вот я была очень удивлена, я работала на одном предприятии, привезли нам молоко, начинаем его варить, а оно таким сгустком, прям соплёй плавает. Я такое молоко, честно, никогда не видела. То есть, в молоко добавляется порошок, щёлочь, там всякое разное. Моющие средства для того, чтобы раскислить это молоко. Так. Ушли мы, конечно, в дебри жестокие сырные. Драк сыр возвращался. Вернёмся, значит, к истории позитивной. Вот именно сейчас хотелось бы выпить большой бокал красного вина и вернуться к крафтовому сыру, которому всё-таки можем подарить будущее в Украине. Значит, первая наша задача – это запрос, насколько я понимаю. Чем больше в Украине станет критическая масса людей, которые хотят есть украинские сыры, они будут ходить по фестивалям, забивать в Google украинский сыр, искать сыроварни, заказывать, правильно? Тем больше мы будем естественным путём просто развивать эту культуру сыроварения, сыроедения, да, изначально. Когда сыродел будет знать, что у него есть там 20-30 семей, для которых он будет варить сыр, и эти люди будут готовы в определённом объёме еженедельно, ежемесячно покупать сыр, ему станет легче и спокойнее, да? Конечно. Он сможет набрать чуть больше коров, понимая, что ему нужно чуть больше сена, и таким образом мы можем помочь сами себе иметь в Украине крафтовый сыр, правильно? Правильно. Сырка моя правильно работает? Да, очень правильно. Хорошо. Когда у нас эти сыры появятся, появится документация, благодаря твоей ассоциации, которую можно будет создать, и можно будет контролировать это, да? Есть ли опасность того, то, что я ощущаю лично, что вот эти крафтовые сыры часто под ними прячутся, не крафтовые сыры? То есть это история, вижу опять больной вопрос, потому что знаю тебя слишком уж хорошо, момент, в котором большие производства говорят нам, что это домашний крафтовый сыр, ставят на этикетку бабушку улыбающуюся, и это нам автоматически должно дать понять, что этот сыр был сделан вот энтузиастами, такими людьми, как ты, из качественного сырья. Как нам с этим быть? Потому что я знаю, что маркетинг сегодня именно идет в том направлении, где некрафтовая превращается, заворачивается в крафтовую, в домашнюю упаковку. Ну, скажем так, я столкнулась с таким сыром буквально две недели назад, я не буду называть в какой сети очень раскрученной, когда я знаю практически очень много сыроваров в Украине, и они меня все знают. Поэтому, когда я встречаю новый продукт крафтовый, который называется крафтовым и украинским, я всегда спрашиваю, кто это делает. Когда я вижу, очевидно, польскую подделку, прошу документы, если это в магазине продается, прошу документы. То есть это не торговые, не супермаркеты большие, это небольшая, маленькие магазинчики, но достаточно развитая сеть. Я прошу показать документы, мне показывают документы на йогурт, на вопрос, а что за сыроварня, они уходят от ответа, придумывают истории, которых там, где этих сыроварей нет. Это, конечно, очень неприятно, и мы с этим тоже будем бороться в рамках нашей ассоциации, потому что это подмена понятий. Это, наверное, вот в сыре, так же, как и в вине, развивая саму культуру, можно вместе по ходу развивать и псевдокультуру. Ну, вот как бы здесь нужно обязательно разбираться. Конечно, разговор у нас сложился, знаешь, я думала, что это будет какой-то сказочный разговор про сыры, которые ты делаешь, в которых есть цветы, в которых есть клюква, вкусные там всякие штуки, добавки. Ты очень много экспериментируешь, вот с этим работаешь. А пока разговор у нас сложился такой очень серьёзный и даже немножечко грустный. Чего бы ты могла добавить такого вот вкусного в наш разговор? И сказала бы, Даша, знаешь, есть одна история, которая вот даёт надежду и нивелирует все вот эти грустные истории, о которых мы говорили до. На самом деле есть такая история. У нас в Украине свыше ста сыроваров, которые действительно любят своё дело, которые, у которых глаза блестят, когда они рассказывают про свой продукт, которые стараются быть лучше и совершенствуются. Вот я, кстати, в этом году посчитала, сколько за год мы обучили сыроваров. Это больше 150 человек. Это люди, которые, ну, не все ушли в сыроварение, кто-то просто для себя это делает. Дома для детей, для друзей. А на самом деле, а те, кто, которые учатся, я этих ребят всех очень люблю, и они все с каждым разом, они развиваются, они приезжают. Я уверена, что украинский сыр будет и будет самый лучший. Я даже уверена, что через год-два мы выйдем на Европу, на мировую арену с нашим сыром. Я думаю, что нам будет есть чем, ну, будет чем поразить этих европейцев. Ира, у меня вообще нет повода сомневаться в твоих словах, а мы вернемся через несколько минут после рекламы и уже поговорим о приятном, о вкусе сыра. Спасибо тебе. Мы снова в студии. Я Даша Малахова на радио НВ и в гостях у меня, у моей картаты-пататы, моя подруга, сыровар, сыродел, энтузиаст сырных дел Ирина Деменюк. Ира, я снова рада тебя приветствовать, и действительно разговор у нас такой затеялся, серьезный, крепкий такой сырный разговор. Вот, и в третьей части нашей передачи я хотела бы поговорить именно о вкусах. В общем, хотелось бы, чтобы по окончанию программы уже слюнки текли и все уже прям побежали за сыром. А знаю, что ты именно умеешь дать вот эту бесценную информацию и дать уже немножечко даже вкуса этого сыра. Скажи, украинский сыр. Ты рассказывала о том, что в принципе традиционный сыр украинский, да, это бутс, брынза. Я сама ездила на Западную Украину и на Полуныну, и варила там с Вуйком и сыры, и вурду, и в общем все вот эти сыры, да, которые как бы воспринимаются и в Италии нормально. Вот там вурда, это же рикотта, да, их рикотта, наша вурда тоже мало, мы о ней знаем, в принципе. Вот, но хотелось бы поговорить о базовом, о самом процессе производства сыра и о разных сырах, какие уже сегодня появляются в Украине и что можно попробовать. Потому что твой фирменный чеддер я обожаю. Спасибо. Ну, в Украине сейчас очень много появилось козьих мягких сыров, тоже, это тоже наша фишка, мы его очень любим делать, и я его люблю. Это мягкие сыры, они могут быть с плесенью, без плесени, ну, в общем, это Fresh Lactic Cheese, это мягкие сыры, которые... Это под каким названием мы их ищем? Это Fromage? Это Шевре, это Лабне, это основа Белл Парк Нолли, это... даже Филадельфию можно отнести к вот такому свежему сыру, свежему мягкому сыру. Очень популярный в Украине сейчас, может быть, ты видела в баночках шарики сыра, которые в препарах. Лабне, да. Лабне, вот эти шарики, они хорошо хранятся в масле, да, и обычно они не в рассоле, а в масле, вот, и украинские производители тоже, вот там тот же Eat Local, да, они их тоже производят, вы же тоже делаете такие сыры, да? Ну, мы, наверное, одни из первых, кто начали их делать в Украине. Ага, я поняла, и научили всех остальных, но, тем не менее, мы же развиваем общую культуру, поэтому все вместе. У нас сейчас очень еще популярен сыры халуми. Это сыры для жарки на гриле, вот, последние несколько лет очень украинцы, очень интересуются этим сыром. Это фантастика, потому что твои мастер-классы по тому, как жарить халуми, это восторг, то есть, производить, конечно же, это одна история, но еще и как его готовить, его же можно как раз на майские праздники, вот, скоро найти этот халуми, да, халуми, это вообще греческий сыр, по-моему, да? Кипрский сыр, да. Кипрский. Вот, и потом себе пожарить вот такой сыр, он, наверное, единственный, который вот хорошо жарится, да, держится. И он не плавится, он держит корочку, его, кстати, можно пожарить дома на сковородке, как мы у тебя жарили, потому что вот без масла, без ничего, он становится румяный, ароматный, его можно использовать с медом, с вареньем, с овощами, фруктами, в любом салате он очень вкусный. Восторг, восторг, и прекрасная альтернатива для тех, кто не ест мясо. Кстати, да. Потом очень популярны сейчас твердые сыры, это сыры и голландской группы, вот, как я тебе говорила, гауда, российский, и вот эти вот сыры с низкой температурой второго нагревания и с промытым сырным зерном, так они называются по... По-научному. По-научному процессу, да. Вот. Очень популярный, кстати, становится и чеддер. В Украине сыры с чеддеризацией не настолько развиты были, но, тем не менее, сейчас... Что это значит? Расскажи, потому что сейчас слушатели дома или в автомобиле едут и не понимают, что ты только что сказала. Значит, сыр чеддер, английский сыр, любимый английский, насыщенный, плотный такой по вкусу сыр, и в то же время довольно жирный, да. Что о нём есть сказать? Там была что? Чездеризация? Процесс чеддеризации. Что это такое? Это мы даём сырному пласту, сырному зерну, держим его при определённой температуре, и наши лактобактерии, которые в этом сыре есть, они поедают лактозу. То есть они очень быстро поедают лактозу. То есть если в других сырах этот процесс идёт более медленно, так, свободно, то в чеддеризации мы ускоряем этот процесс. За счёт этого мы достигаем вот того вкуса, который мы достигаем вот в сырах этой группы. Это сырный-сырный такой насыщенный, да, вкус? Это... Ну, я бы не сказала, что он насыщенный. Мне вот, например, чеддер на протяжении, вот мы буквально неделю-полторы назад, мы открыли годовалый чеддер из козьего молока. Из козьего чеддер? Да. И скажем так, этот сыр, который на протяжении всего своего возраста, он меняет свой вкус. Да, вот ты же знаешь, в Великобритании продают чеддер милт, это 3-6 месяцев. Да. Это годичный чеддер, это трёхлетний чеддер. И на протяжении всего своего возраста он совершенно разный. Развивается точно так же, как и вино, в принципе. Да. Сырная головка, вот я всем вот всегда говорю, что это маленькая вселенная, там внутри идут свои процессы. Эти лактобактерии, там бактерии, они поедают лактозу, они поедают там уже на что эта лактоза распадается. И даёт вот этот аромат, вкус. Созревает. Созревает. Да. То есть там идёт постоянно жизнь, он живой продукт. Ты так смотришь на меня, если бы сейчас все, не только те, кто смотрят нас сейчас в онлайне, но также ещё люди, которые слушают радио, могли увидеть, как ты смотришь на меня и говоришь, ну там же идёт жизнь. Да, да, я понимаю, что в сыре есть жизнь, конечно. Ну и потом есть сыры группы паста филата. Это всем известная моцарелла, это скаморца, качаковала в виде игрушки, тоже которые имеют место, вот и особую любовь сейчас у украинцев. А в том числе это грузинские сыры, сулугуни, вот это всё одной группы сыры. Скажи, если сегодня мы вдохновили людей, и они решили себе сделать сыроварню, что для этого нужно? Наверное, нужен какой-то бюджет. Я понимаю, что сегодня же можно купить сыроварню, самую маленькую. Вот какая стоимость мини-сыроварни для того, чтобы вот или себе в ресторане, или дома, да, или просто вот подумать о чём, какой же мой вклад может быть вот в развитие нашей страны, вот будет у меня сыроварня, например. Ну если сыроварня от 100 литров, стоит будет приблизительно около 100 тысяч и выше. Гривен. Гривен, да. То есть, в принципе, для бизнеса подъёмная такая история, да, и ребята могут обратиться к вам в ассоциацию, которая называется как? Ассоциация вырубники в крафтового сыру. Чудесно. Они это вбивают в Google и заручаются вашей поддержкой, правильно? Скорее всего, что правильнее будет обратиться в школу. У нас в школе есть проектанты. У меня партнёр по школе сейчас Роман Хаецкий. Наверное, ты его знаешь. Он полностью, ну, во всех сетях поставил моцареллу и Бурату великолепно делает. Он занимается проектированием оборудования, поэтому мы предоставляем сейчас услуги. А, то есть до даже этого. Просто можно обратиться в школу сыроделия, и они дальше помогут направить и развивать эту историю вот с нуля, да, вот если ничего даже не знаешь, но есть хотя бы вот это желание, да, вот эта любовь к сыру. Но, наверное, сразу же стоит подумать, где же брать 100 литров молока в день, да? Наверное, это один из первых вопросов. Вот. После этого можно обучиться. Сколько проходит обучение по времени? Обучение, как правило, вот у нас курсы двухдневные, двух- и трёхдневные бывают. Это базовый курс. Мы на базовом курсе учим 5-6 видов сыров. Больше, если вам обещают больше, это, ну, Даша, это не честно. Нельзя. Я не учу варить сыр дистанционно, потому что сыр нужно чувствовать. То есть скайп-конференции по сыру ты не проводишь. Нет, это не вариант. Это не вариант, потому что это, ну, это действительно не честно. Ну, как ты можешь обучить человека, если зерно нужно трогать, если зерно нужно чувствовать, да, температуру, то есть пластичность. То есть есть много моментов, которые нельзя показать дистанционно. В общем, наступил вот тот момент, когда уже почти вот я стала сыроваром, да, теперь мне остаётся найти сбыт для моего сыра. И что же я делаю дальше? Я думаю, тебе поможет сарафанное радио. Ага, то есть это просто кормить, угощать, предлагать, и люди будут качественный продукт чувствовать и покупать, и становиться твоим постоянным покупателем. Правильно понимаю? Ну, в твоём случае, да, у меня есть девочки, которые мамы, многодетные мамы, которые вот так вот пришли год назад обучиться варить сыр, начали варить сыр. И сейчас это одна из статей дохода. То есть все друзья, друзья мужа, друзья по школе деток, все уже заказывают у неё сыры. Если она говорит, я вообще для себя это делала, сейчас я делаю это и продаю. Это бизнес. И она варит дома, на кухне, в кастрюльке, 40-50 литров. У неё покупают, у неё очередь стоит. Знаешь, действительно, есть такая надежда у меня, такой смысл, что, в принципе, нашу страну можно будет вот именно поднять, начиная с кастрюльки, из домашних условий, да, вот чтобы каждый человек по чуть-чуть сделал вот этот вот вклад. Кто-то станет сыроваром, кто-то станет виноделом, кто-то пекарню откроет. Ну и таким, скорее всего, образом мы не пропадём, да, потому что рассчитывать на что-либо другое и глобальное, возможно, пока не стоит. Существуют ли какие-то законодательства, законопроекты, реформы, которые ты видишь, помогут сыроделам развиваться в этой стране и всё-таки не уехать в Голландию, в Англию или ещё куда-нибудь? Я думаю, что те ребята, которые варят сейчас сыр в Украине, которые пришли к этому, а многие пришли с разного бизнеса, вот как я со строительного, кто-то пришёл с юридического бизнеса, кто-то с управления. Да, 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 из банковской сферы действительно дауншифтинг. Много вариантов, очень много людей вот именно с высшим образованием, с любовью к настоящему, к живому, они оставили более прибыльный бизнес и заняли сыроделием и ведут в этом свою цель. Поэтому вряд ли они поедут из Украины куда-то в Европу варить сыр или что-либо другое. Они любят свою страну и они это делают для украинцев. Это чудесная новость, просто фантастическая. Давай ещё расскажем нашим любимым украинцам, как же правильно есть сыры, потому что раньше сыр, он был на такой тарелке с нарезкой сыр и колбаса, да, и вот мы так воспринимали вот эту вот сырную нарезку. С чего бы ты предложила начать, развивая свои способности фроможье? Назовём фроможье, потому что новая профессия в Украине, человек, который разбирается в сырах, кстати, насколько я знаю, именно ты обучаешь фроможье тоже, да, и ты, наверное, являешься одной из первых и единственных полноценных фроможье, насколько мне известно. Я знаю, что есть и другие фроможье, но вот если говорить как бы о человеке, который действительно знает всё о сырах, я себе представляю, что ты единственный человек, поэтому полностью доверяю тебе и сегодня мы поэтому уже по этой же причине здесь общаемся. Ир, сыр, давай говорить даже не только об украинском, если вот опять же сегодня наш слушатель планирует встречу с друзьями, да, и к нему придут гости, что бы ты посоветовала вот прямо сейчас? Я могу сказать, что я бы посоветовала взять деревянную доску, на которой обычно там что-то разделывается, да? Я тоже люблю деревянные доски, да. И что же мы на неё положим? На неё, как правило, ну, если мы равняемся опять-таки на Европу, это от трёх до пяти видов сыра. Сыры выкладывают либо по часовой стрелке, начиная от мягких сыров, что мы говорили, вот такого плана, как лабне, и заканчивая более твёрдыми и пикантными там. Пармезан, скажем. Ну, да, вот в Украине, правда, ещё пармезан не делают, но тоже уже стремятся к этому. А, ты даже выкладываешь сейчас украинские сыры. Окей, хорошо, у тебя есть чудесный украинский сыр козий, который ты делаешь с васильками. Есть. Это уникальный и удивительный, красивезный, чудесный сыр. То есть мы берём какой-то сыр с васильками, да? Да, например, сыр с васильками, да, мы берём, вот как бы я для себя выкладывала эту сырную тарелку, значит, это сыр с васильками. Это, например, мне очень нравится моя гауда из козьего молока, я бы положила следующие несколько кусочков. Это насыщенный, вкусный сыр. Она нежная, она нежная, но она очень ароматная. Ты, наверное, пробовала более выдержанную. Я очень люблю выдержанную, вот какую-то покрепче, такую уже потвёрже, с такими минеральными даже кусочками вот в ней. С кальцием, да, с кальцием. Либо у нас очень популярный сыр, ты его знаешь, это санторини фок или козий сыр с чёрным трюфелем и белой плесенью. Фантастический. И мы с чем подаём? С мёдом? С вареньем? Эти сыры можно подать с мёдом, то есть это два сыра у нас. Дальше бы я выложила сыр типа гауды, песто или типа груьеры, вот такой швейцарской группы сыры и закончила чем-то более пикантным, например, с голубой плесенью или чеддером или стилтоном, вот такого плана. Чудесно. Подаём с фруктами? С мёдом, с фруктами, с орешками. В общем, добавляем чего-то сладкого, колбасу мы туда не вкладываем, да? Нет, не в том случае. Ир, я благодарна тебе безумно, сегодня действительно захотелось вот всех этих сыров, всех этих вкусных вещей, чтобы доказать ещё раз себе, что можно вкусно жить в Украине, можно качественно жить, но обязательно нужно помнить, что сами, своими руками мы создаём это счастье, эти сырные тарелки и окружаем себя правильными людьми, поэтому, наверное, нас ждёт какое-то прекрасное, вкусное будущее. Ещё раз огромное спасибо. В гостях была Ирина Деменюк, чудесный сыровар, сыродел, Фроможье, человек, который знает о сыре всё и может научить каждого. Спасибо и до встречи. Спасибо.